В центре внимания судьба библиотеки Шнирсона. Тысячи книг и документов, некоторые с 16 века. В ходе Первой мировой семья Шнирсонов сама передала сведения на хранение в Москву. Затем национализация. С начала перестройки американские касситы начали добиваться возвращение к ним. А буквально месяц назад американский суд принял решение наложить на Россию ежедневный штраф 50 тысяч долларов за отказ передать библиотеку.